Здравствуйте и добро пожаловать на канал Сарафан ТВ. Любовный треугольник Виталина Цымбалюк-Романовская, Прохор Шаляпин, Татьяна Гудзева не распадается. Наоборот, появляется все больше пеканственных подробностей. Гудзева сообщила о беременности пианистки. Недавно стало известно, что больше года назад Прохор встречался с Татьяной Гудзевой. Недавно женщина родила ребенка и теперь утверждает, что именно певец является его отцом. По словам женщины, их отношением помешала Виталина. В связи с тем, что лишилась работы, Татьяна обратилась за помощью к Прохору. Тот обещал помочь, но так этого и не сделал. Гудзева убеждена, что этому помешала ушлая пианистка. Интересно, что сам Прохор готов взять на себя ответственность за ребенка, но только в том случае, когда будет уверен в своем отцовстве. А Гудзеву оскорбляет перспектива прохождения ДНК-теста. Она утверждает, что была верна артисту. Женщина поделилась своими соображениями относительно подноготные отношения певца и пианистки. Цитата «У Цимбалюк-Романовской приличное состояние, которое она заработала, будучи женой Джигарханяна. Пока Виталина не знала о нашей связи, Прохор был заботливый. Он не говорил, что их роман поможет ему в продвижении карьеры. Мол, у Виталины хорошие связи в театральных и эстрадных кругах», – объяснила Гудзева. Кроме того, якобы есть куда более серьезная причина, почему Шаляпин вместе с Виталиной. Цитата «Общие знакомые мне сказали, что Виталина держит его своей беременностью. Якобы она сказала Прохору, что ждет от него ребенка. Во-первых, думаю, она врет, а во-вторых, я уже родила ему сына. Пусть помогает и несет финансовую ответственность», – рассказала Татьяна в своем интервью. А как вам кажется, должен ли Шаляпин понести полную ответственность за свои действия? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Всего доброго!